ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все подробности у Татьяны Лагуновой. Первые звонки о перестрелке поступили в полицию около пяти утра. Очевидцы сообщили, что мужчина, вооруженный автоматом, зашел в ночной клуб и начал без разбора стрелять по посетителям дискотеки. Погиб один человек, тяжелые ранения получили еще четверо. Умер и сам нападавший, его застрелила прибывшая на место полиция. Уже известно, что стрелку было 34 года. Он уроженец Ирака, давно жил в Германии. Но вот мотив пока непонятен. Версию теракта как основную полиция, впрочем, не рассматривает. Мол, скорее всего, это было преступление на бытовой почве. До сих пор непонятен и мотив палестинца, который в пятницу устроил резню в супермаркете немецкого Гамбурга. Его задержали, но уже несколько дней мужчина молчит и не отвечает на вопросы следователей. Нам известно, что нападавший был исламистом и мог иметь религиозные мотивы. Но в то же время у него были и проблемы с психикой. Мы не знаем, какой именно фактор подтолкнул его в совершить атаку. По последним данным, в результате резни погиб один человек, еще семеро получили ранения. Полиция уже выяснила, нападавший прибыл в Германию как беженец и попросил убежища. Ему отказали, но депортировать не смогли из-за отсутствия необходимых для высылки документов. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На турецком курорте Бодрум неизвестно открыл огонь по отдыхающим и персоналу гостиницы. Один человек погиб, трое ранены. В украинском МИЗе сообщают, украинцев среди пострадавших нет. Злоумышленник начал стрелять на территории пляжных клубов. На тот момент там находилось около 400 человек. Преступника поймать не удалось. Известно, что он скрылся на автомобиле. В полиции склоняются к версии, что мотив нападения – криминальные разборки. И пока не квалифицируют произошедшее как теракт. А вот в Иерусалиме усиливают меры безопасности, опасаясь новых волнений на Храмовой горе. Напомню, накануне израильское правительство приняло решение демонтировать металлодетекторы на подступах к мечети Алякса. И этот шаг вызвал бурю негодования среди местных жителей. Какие настроения сейчас царят в Иерусалиме, расскажет Сергей Ослендер. Сейчас гулять по старому городу Иерусалима было бы одно удовольствие. Народу мало. Но на каждом углу стоят вооруженные люди в форме и в воздухе прямо чувствуется какое-то напряжение. Столица на осадном положении. Усиленный режим несения службы у полиции. Спецназ, который прочесывает арабские кварталы. Кризис Храмовой горы вроде бы закончился, но власти не спешат ослаблять бдительность. Все подходы к старому городу Иерусалима перекрыты вот такими армейскими и полицейскими блокпостами. Работают они только в одном направлении на выход. Внутрь разрешают входить только тем, кто живет непосредственно на территории старого города. Арабов, мусульман, даже с израильскими удостоверениями личности не пропускают. На молитву пропускают только мужчин старше 50 и женщин без ограничений. Возле ограждений собирается арабская молодежь. Возмущается, но активных действий не предпринимает. Боятся. В последние дни полиция действовала по отношению к бунтовщикам очень жестко. Переодетые в арабов спецназовцы выхватывали зачинщиков прямо из толпы. На подъездах к Иерусалиму тоже блокпосты. Там тормозят автобусы с арабами из других городов. Наш автобус остановили еще за 20 километров до города. Дальше ехать не разрешили. Тогда мы с товарищем добрались на попутках сюда. Но в мечеть Алякса попасть не можем. Туда не пускают. Хотя мы израильские граждане. Это неправильно. Это ущемляет мои права, как мусульманина. Про то, с чего все началось, среди арабов никто уже и не вспоминает. Из информационных. Продолжение следует. 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 подвесной пешеходный мост в мире. Его протяженность почти полкилометра. Мост пролегает над проломом Габингуфер на высоте около 85 метров. Его назвали европейским. Он станет частью туристического маршрута между городками Грехен и Цермот на юге Швейцарии. Отсюда открывается прекрасный вид на гору Маттерхорн. Беспилотные автобусы начали курсировать в столице Эстонии Таллине. Уникальные электробусы будут бесплатно возить пассажиров 6 дней в неделю от площади Виру до центра котел культуры. Одновременно на маршруте работают два автобуса. Воспользоваться новым транспортом смогут и пассажиры на инвалидных колясках. Сейчас в каждом есть сопровождающий, который знакомит пассажиров с новой технологией. Железному Арни 70 лет. Простой паренек из Австрии Арнольд Шварценеггер сделал головокружительную карьеру в США. Сначала в бодибилдинге, став семикратным обладателем титула Мистер Олимпия, а затем и в кинематографе. Его первой актерской работой стал фильм Геркулес в Нью-Йорке. Но настоящий успех к Шварценеггеру пришел после фильма «Вспомнить все» и «Терминатор». В 2003 году за участие в фильме «Терминатор 3» Арнольд получил гонорар в 30 миллионов долларов, что стало рекордом в киноиндустрии. После актер занялся политической карьерой и смог получить пост губернатора Калифорнии. Интернет пестрит объявлениями о продаже диких птиц, хотя забирать их из естественной среды незаконно. Что грозит нелегальным торговцам, узнавала Марина Коваль. Это страничка в соцсети, где продают буквально все, от мебели и одежды до диких животных. Вот объявления о продаже птенца совы, а вот предлагают маленького сокола. Закарпатца Дмитрия Ромачинского увиденное возмутило. Он решил выкупить птиц. Покупку совенка снимаем скрытой камерой. Как только совенок куплен, пытаемся пообщаться с продавцом в открытую. Соседи продавца совенка рассказывают, дома он диких птиц не разводит. Савенка отвозим в эколого-натуралистический центр. По оценкам специалистов, птенцу всего несколько недель от роду. Еще пара дней, и он бы погиб. Надлежащий уход и питание ему не обеспечили. О продаже дикой птицы сообщаем в экоинспекцию. Там обещают разобраться. Подобный промысел дикими животными без спецлицензии незаконен. Нарушителю грозит штраф от нескольких сотен и даже тысяч гривен до тюремного срока. Такие случаи, рассказывает орнитолог из Закарпатского университета, нередки, особенно летом. Птенцы вырастают, и они пробуют крыло. И в таком периоде чаще всего попадают на очи людям. Тенденция до того, чтобы реализовывать диких животных, она набивает в свете глобальный характер. Нашему Савенку повезло. Специалисты обещают его выходить и выпустить на волю. Марина Ковадь, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности ей. Хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова